Итак, я хотел рассказать про таространку, остановился на таространке. Просто форму я нормально не помню, я ее тут напишу. Ладно, не будем писать форму. Итак, понятно, что таространк, он зависит от изначального множества, так сказать, посева правильных хостов. Ну а вот, соответственно, есть некие специальные засыпания. Что дальше с этими статистическими хостами делать? Короче, каждому из этих хостов был присвоен таространк равных единичек, максимальный. Соответственно, тем хостам, на которые ссылаются эти хосты... Короче, он там сделал так... Чем это отличается от обычного поезжанка только с учетом хостов и ограниченного набора стартов? Там у него была такая штука, как хабы и авторики, которые он обозначал. Соответственно, хабы и авторики — это разные вещи. Авторики — это те сайты, которые имеют доверенный контент. А хабы — это те сайты, которые ссылаются на доверенные сайты. Таространк, он же не зависит от доброта, соответственно, от других отчетов. Таространко — это те сайты, которые используются в веб-таространке. А есть такая формулка. Таространко — это те сайты. Это один из итераций, это пространство, полученное на 10 итераций, это на бассейной рамке. Б это транзитильная матрица, транзишн, транзишн в матрице. Сейчас я не только форму куплю. Сейчас я скажу, я на память не помню, извините. В общем, я конкретно такими вещами не занимался, поэтому я знаю, где это читать. Давайте продолжим без формулы. Я тоже за то, чтобы продолжить его времени у нас не так много. Итак, динамический пастор зависит от запроса. Есть алгоритм HIT. Это алгоритм, похожий на TrustRand и PageRand, но, соответственно, зависит от запроса. Так, считается, придуман Клейнбергом, то есть он не изменяет память, тоже в 2002 году. Выбирается множество сайтов, найденных по запросу. То есть мы сдаем какой-то запрос. И то, что, кстати, этот запрос зависимый фактор, говорит о том, что данное вычисление должно проводиться очень быстро. То есть в реальном времени нужно рассчитать вот эти вот дефициты. Значит, убирается множество хостов по определенным запросам. Выбираются связанные хосты. Как они выбираются? Путем, значит, есть база такая, переформулировал, например. То есть мы переформулировали запрос и нажали, ну, люди кликают на какие-то хосты. Эти хосты могут считаться связанными с хостами, найденными по изначальному запросу. Значит, выбираются хосты, найденные по запросу, связанные с ними. И только для них считается по алгоритму очень похожим на критику рамок. Формулы, которые писать не будут. Формулы я напишу для следующего, для ВМ-25. Значит, ВМ-25 очень интересная штука. Значит, есть такая вещь, как TF-IDF. У каждого поисковика есть так называемый корпус ключевых слов. То есть каждое слово имеет свою частоту употребляемости в естественном языке. Ну, или в случае поисковых систем, частота употребляемости в интернете, в коллекции, в документах. Значит, с логарифмом... По какому-то запросу мы ищем общее количество слов, деленное на общее количество документов в коллекции, деленное на количество документов с данного запроса. Берем от этого логарифм и получаем... Дистичный? Да. Дистичный, да. Получаем так называемый IDF. А значит, потом, что мы делаем? Значит, так называемый... Вот. Вот так подозначим. То есть, итоговый равен. Играет ткань. Играет ткань. Играет ткань. Продолжение следует... Так, сейчас я объясню все, что это значит. К и B это коэффициенты. B принимается равным 0,25 в классической теории. К, по-моему, равно 2. Значит, F и T это частота. То есть, что мы делаем? Допустим, мы получили запрос в Верику. Мы хотим определить, насколько данный документ прелеватен этому запросу. Значит, мы считаем частоту слова «Верик» в данном документе. Это F и T. Это частота запроса в данном документе. Соответственно, A и T это у нас коэффициенты. Значит, что такое модуль D и AVG? Модуль D это длина документа, для которого мы рассчитываем прелевантность по B25. А AVG это средняя длина документа коллекции. Значит, переносиат. Получается символов, да? Да. Вообще, количество словах. Количество словах. Ну, это может, в зависимости от разных интерпретаций, это может быть количество слов, действительно, что угодно. Количество 3 грамм, или монетальный 3 грамм. Или монетальный 3 грамм. А как же это коллекция? Коллекция? Да. Ну, как, вот, интернет. Яндекс знает 5 миллиардов документов. Соответственно, средняя длина этих 5 миллиардов документов используется. Но это не имеет отношения к ссылкам, это просто введение, да? Значит, как переложить данный алгоритм B25 к тексту ссылок? Мы сейчас говорим про запросы. Зависимые ссылочные факторы, зависящие от тексту ссылок. Значит, FIT, соответственно, у нас меняется на частоту запроса в тексте. То есть у нас, допустим, одно слово, второе слово, три наше слово. Значит, частота будет такая. Одно слово, одно слово, четверое слово. Так, значит, модуль D. Правильно читаю? Т.е. длина данного текста в ссылке. Т.е. документ заменяется на текст в ссылке. АВГ средняя длина текста в коллекции ссылок по одному запросу. Вообще, как бы, есть тоже, опять же, много интерпретаций. На АВГ можно считать как средняя длина текста ссылки по запросу, ну, слежащей запросу в двери. Или же это может быть для конкретного сайта, документ, для которого мы рассчитываем итоговый результат. Средняя длина ссылки вообще на этот документ. Ну, или же средняя длина ссылки на этот документ, содержащий слово двери. Какой из этих конкретных алгоритмов использовать в Яндексе я рассказывать, пожалуй, не буду. Но, тем не менее. А уточните, длина ссылки это длина анкора или длина ссылки? Да, длина анкора. Длина анкора в словах. А почему модуль? Разве может отрицать, потому что длина модуль? Это обозначение такое. Так, окей. Соответственно, вот у нас есть много разных штук, которые предстоит и считают для определения релевантности ссылок. И для определения релевантности документа по ссылкам, значит, естественно, любые SEO-усилия, они ведут к тому, что данные факторы искажаются. За счет того, что ссылки размещаются естественно. Никто никогда не поставит естественную ссылку с пластиковыми окнами, там это понятно. А почему стройки, например? Партнеры проектов? Вот я строю дома, у меня в партнерах пластиковые окна. Разве это не естественно? Да нет. Ну, естественные ссылки это, скорее всего, делали эксперимент. Знакомые делали эксперимент. Они взяли Яндекс.Маркет, взяли все ссылки, которые смогли найти на него, несколько вещей, которые они оттуда выудили. Первое. 90% ссылок это домен. Ну, то есть просто URL. Кто куда они ведут. То есть 90% ссылок в естественной ссылочной массе это чисто URL. Точно так же, то ли 80, то ли 90% ссылок, которые ведут на Яндекс.Маркет, они ститься ноль. Естественно, если мы посмотрим на любой продвигаемый сайт, то мы видим, что там будут ссылки. 80% ссылок будет не ститься ноль, 50% ссылок будет в Яндекс.Каталоге, что вообще уже там за грани райзла неравномерности. Конечно, высокая система, наверное, просто перечисляет. Это вот к слову о этих самых хостовых факторах. Как они определяют то, что хост продает все услуги? Не из данного документа. Да, мадридские оплаты. Определить довольно просто. 1,5%. Можно попробовать. Ну, я не могу ответить никола на этот вопрос. Где вам показатель? В принципе у better than that. Где вам показательность? И мы же решили безопасность. К sunshine. Прикрасно movie.